здравствуйте у нас часть нашего наших встреч которые относятся к совместной разработки на бетончике вот нас сегодня довольно много тем все они будут потроганы понемножку но я уже предупреждал в начале семестра что он примерно так устроен этот курс всего понемножку впихнуть не впихивай его и вы и мои вот это все вот давайте мы начнем с простого потому что всегда проще начинать с простого новый вид объектов в детей это прям отдельные объекты вернее так это довольно странная такая комплексная штука она может быть объектом а может и не быть вот это теги они же метки они же закладки идея в следующем вот мы значит делаем какой-нибудь проект сейчас дженерника что-то уже есть да вот какой-то проект вон какие-то ветки тут есть давайте посмотрим кудитом вовите куча каких-то веток что-то делаем мы знаем что он в этом вашем дети есть такая штука как branch она же ветка мы с прошлого разу знаем что это ни разу не ветка а скорее метка конца истории разработки и таких историй может быть несколько они могут пересекаться и мы даже прошлый раз их как-то мерзли друг с другом чет получать вот branch отмечает конец разработки но разумеется никто нас скажем так сразу же возникает идея о том чтобы специальными метками отмечать произвольные места в разработке произвольный камин и вот ну прям любой да вот например вот этот взять его отметить и у нас будет закладка который будет показывать вот на эту самую и назад экстенд так вот мы можем спасибо мы можем наложить приложить эту самую закладку к любому из комитов вот хоть какому давайте посмотрим насчет вот давайте выйдем из кудита и сделаем это ручками вот у нас есть вся история и даже даже можно посмотреть историю соседнего соседней ветки коих у нас там три до а история диплог историю например вот соседней лет давайте попробуем вот поместить вот этот комит тегом сказать бит не так давайте скажем так point point . темп о обычно для задачи которые сейчас решаю я использую гид я делаю интеллизирую репозиторий гитовый добавляю туда все файлы делаю какие-то действия и смотрю разницу но сейчас мы должны посмотреть разницу между двумя гитовыми репозиториями поэтому придется нам делать эту разницу вручную вот я хочу сейчас посмотреть что произойдет после того как мы заведем один тэг вот скажем гид тэг 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 и гид комит комит идентификатор относительно которого этот так мы собираемся сделать вот теперь у нас есть сейчас так вот и наверное вот так нет вот так вот тоже нет ну короче вот у нас есть некий тэг нью-тэг который указывает на совершенно произвольное место на тот комит которому ему подсунули вот давайте посмотрим его куди там вот он ну как я и собирался мы пометили тэгом вот этот самый на зарек стенд ведь желтенький квадрат вот обратите внимание на то что мы сейчас посмотрим а что при этом изменилось в самом репозитории вот и увидим что изменилось в общем до смешного мало вот и все изменение обычный легковесный тэг вообще не является объектом гита это такая же штука как branch гит рефт тэгс вот короче говоря в каталоге гит рефт тэгс появился файл нью-тэг и он ссылается ну в общем капитан очевидность подсказывает нам на тот самый тэг на который он ссылается вот это все легковесные тэги устроены именно так что это значит это значит что тэг который вы делаете в вашем локальном хранилище вообще никуда не идут они у вас там лежат вот тэги и вы не пользуетесь никак хотите так выступает в роли комит комитиша так называемую то есть его можно использовать везде где по формату гита можно использовать комит айди бранч ну вот теперь и так тоже мы можем сказать например гид с этим самым тэгом не так да что при этом произойдет мы поделимся между этим тэгом и текущим текущим этим самым состоянием нашего репозитория обратите внимание что умный зачем мне говорит а не хотите ли вы этот new тэг поделить еще с чем-нибудь ну например с веткой new вот вот пожалуйста значит мне сейчас вот в такой форме див сказал вот этот комитиш по 9 вот с этим комитиш вот такая вот интересная карте зачем там две точки почему нельзя было сказать вот так я не знаю вот надо разбираться в особенностях этого синтаксиса но идея в общем понятно совершенно это такая закладка который может выступать в роли в роли комитиша по умолчанию она локальная для вашего локального репозитория никуда не едет вот то есть вот все чё 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 тост достаточно устроен правда сказать давайте посмотрим что у нас с ремонтом ремонта у нас здесь нету давайте мы его тут создадим не будем публиковать это куда-нибудь в интернет а просто создадим каталог ремонт и он у нас будет играть роль ремонт репозитория то мы его здесь про и нить им вот и про запущен туда гид гид пуш программу дух вот у нас по умолчанию ветка мастер сейчас да мы находимся на ней этот мастер был запущен в каталог программу репозиторию удаленный программу он правда не зарегистрирован но в гид конфиге это надо было сказать минус минус апдейт что-то там такое но неважно короче мы туда запушили вот поскольку мы сегодня занимаемся немножко не этим не будем сейчас увлекаться подробностями того как сделать этот а ремонт навсегда и вот значит я сейчас про другое хотя погодите ну да не будем там гид ремонт от надо было сказать вот эту вот всю ерунду поехали а значит сейчас я хочу обратить ваше внимание что вот в этом каталоге который у нас выступает в роли удаленного на который мы пушим а тут нету . гид потому что он сам по себе берег то были репозиторий есть только один бранч мастер в отличие от нашего видите да у нас три бранча а на ремонте только один вот почему так потому что мы запушили только текущий бранч вот мы его туда запушили все остальное мы не и в этом удаленном каталоге нету вообще нету вообще так вот для того чтобы запушить тег вам удаленный репозиторий это надо сказать руками надо сказать гид пуш минус минус текс вот вот тогда этот тег туда под приехал и вот он там вот он там появился вот на удаленном в удаленном репозиторе разумеется этот он ссылается на то же самое на что вставаться таким образом ваши локальные закладки которые вы делаете для того чтобы ориентироваться в вашем дереве заработки не вашу историю разработки не по страшным и ужасным комит айди а по красивым и и читаемым тегом вот таким вот например да вы можете эти закладки публиковать тут начинается довольно интересное интересное кино которое связано с тем что публикация закладок является одним из инструментов управления совместной разработкой дело в том что довольно глупо было бы совместную разработку нескольких людей организовывать таким образом что вот люди что допилю пушит уз 뭐야 комитет 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 пушит опять комитет 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 пушит и каждый такой душ и на такой сигнал все остальное команде а вот смотрите я тут все сделал работаете теперь над этим понятное дело что можно и так но как правило работа нескольких людей над одним и тем же исходником устроена таким образом что люди решают некоторые под задачу пушит решать никто под задачу пушит но какой-то milestone какой-то формальный признак того что некоторые кусок работы закончен например можно делать новый релиз или например можно перри перекатывать эту ветку из прод из development в тестинг довольно глупо было бы такие вещи организовывать путем какому-нибудь синтаксического анализа гид комита текста вот поэтому теги используются не только для того чтобы вам в этих закладках удобно ориентироваться но еще и для того чтобы формировать эти теги и публиковать и они там с той стороны служили управляющим элементом для более сложного процесса совместной разработки это может быть сигнал сообществу у меня релиз это может быть сигнал системе непрерывного дипломента который сайт сайт continuous integration а вот давай-ка я тут выкатил релиз по тесте его пособирай его поделай колеса на разные платформы короче пара 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 это может быть сигнал системы автопубликации документации дорогая система автопубликации документации автопубликую документацию потому что у нас во всем совсем релиз ну и так дальше и так далее вот это делается на основании именно тегов потому что теги эта штука произвольная и связанная исключительно с вашим желанием вы хотите делать так хотите не делайте а комит эта штука связана с разработкой и иногда бывает так что неудобно делать какую-то автоматизацию лика или какое-то оповещение комьюнити на каждый чих то лишь на каждый камень в связи с этим теги нуждаются в более в большем количестве мета информации потому что сейчас никакой мета информации кроме того что этот тег называется нею так мы не видим вот большее количество мета информации появляется тогда когда вы делаете так называемый аннотированный так вот для этого нужен ключ минус а в команде гитек ну и можно прямо туда же вписать эту аннотацию с ключом минус м давайте попробуем значит вот у нас есть наш наша наша история допустим мы хотим последний же наш этот самый последний наш хэд мы все доделали у нас все хорошо мы хотим это опубликовать и не просто опубликовать обмазать этот тегом который будет являться там команды для допустим сей по проверке качество кода для этого мы говорим гиттег можно не говорить никакой комитет потому что по умолчанию комитет будет прям на хэде дальше мы говорим минус а это значит у нас аннотированный тег которому нуждается аннотация назовем его там допустим релиз вот если сейчас я нажму enter я вангую что у меня запустится редактор для редактирования этой самой аннотации вот а если я напишу минус м аннотацию то это аннотация приедет так ну давайте я по вангую вангование сбылось вот мне говорят смотри ты пишешь аннотированный тег давай аннотацию ну нет давайте что-нибудь такое сымитируем что это действительно релиз вот очень часто в дисциплину оформления анонтированных тегов как имени тега так и аннотации включают например версию этого того самого релиза или таймстэм того самого релиза и так дальше и так дальше и так дальше так вот мы возвращаемся к тому что я отредактировал едет месседж тега то есть аннотацию к телу вот сказал что эта аннотация сказал что эта аннотация обычно включает дисциплина оформление таких аннотации и самих названий тегов обычно включает например версию или там timestamp и так далее и вот мы все это запихать смотрите что при этом произошло в действительности аннотированный так это совсем другой объект чем легковесный т потому что потому что в отличие от легковесного тега который только локально появился в списке вот здесь аннотированный так является объектом это прямо объект который прямо в вашем репозиторий хранится хотя как я проверил сегодня когда готовился к лекции тем не менее не является объектом публикации пока мы не скажем минус минус текс вот здесь такая вот интересная подробность даже если вы скажете гит пуш название тега в действительности вы попробуйте запушить просто кстати на кажется так делать нельзя но мы все сейчас попробуем а давайте кстати попробуем гит пуш релиз слова релиз меня зато было какую-то ерунду секундочку терминальчик это наш проект вот и попробуем сказать еще раз гит пуш чё там мы хотели релиз вот ведь вы даже не можете запушить этот самый релиз только если не скажете минус текс а вот теперь ну только он куда хорошо давайте все таки этим заморочимся и так у нас есть удаленный репозиторий в которой мы сейчас будем пушить гид ремонт от origin и урл туда проб . ремонт теперь я думаю все заработает о отлично так вот смотрите гит пуш передает таги на удар теги на удаленный репозиторий только в том случае когда вы явно указываете минус минус текс давайте посмотрим что это за объект раз уж мы тут его тут создали вот он помните злибом кажется открывали вот помните такую историю вот мы сейчас на него посмотрим на этот объект ну в общем ничего нового капитан очевидность нам не приготовил объект типа тег имеет заголовок в котором написано а догадайтесь одного раза тег вот дальше размер в байтах оставшегося хвоста объекта дальше 0 вот а дальше сам объект который как я подозреваю чисто текстовый совсем совсем текстовый да видите идентификатор объекта тип что это комит у нас по тегам интересно можно наверно подвигать не только комиты до называние тага релиз тагер кто кто написал этот тег я там стемп когда-то был сделан вот и и собственно в конце через два перевода строки текстового сообщения что собственно аннотация этого так как видите уже довольно много мета информации что мы сегодня не будем делать однако я скажу что это можно эти теги можно подписывать электронной подписи вот теги подписан электронной подписи в силу достаточной надежности самого понятия электронная подпись могут вполне служить для запуска довольно серьезных задач в том числе и задач автоматизации поехали дальше да значит мы можем подписывать наши теги и в этом смысле всякие хостинги гитов могут реагировать на подписанные теги уже как на команды лично от вас которые невозможно проигнорировать потому что они подписаны и кроме вас никто теперь давайте сделаем вот что теперь давайте поизучаем мы значит в прошлый раз занимались слияниями то бишь мерзами и эти мерзи у нас всегда были гипер успешные в том смысле что ни разу не вызывали конфликтов в реал-лайфе мерзи почти всегда вызывают конфликты если это ну реал-лайф они а заранее начать на подготовленная разработка где один человек пилит один файл а другой другой файл или где человек пилит файл 4 килобайтный файл в начале а другой человек пилит 4 килобайтный файл в конце поэтому мы сейчас подготовим такой препарат вот который ща в котором будут заранее известно что конфликтующие комиты и папа попробуем их померзить друг с другом ну давайте попробуем значит назовем это ну как бы конфу вот тут можно прям с копипастить у меня видите прям целая пачка команд давайте я буду их не отдать я буду просто перенабирать потому что и 100 скорость неправильно гид и нет подготавливаем значит здесь гид репозиторий пустой сейчас мы должны сгенерить файл каким-то таким способом чтобы когда мы его в следующий раз перегенерим он чуть-чуть поменялся я предлагаю воспользоваться модулем профайлер который очень удобный хороший модуль мы в прошлом семестре пользовались модуль профайл считает быстродействие вашей программы причем делать сводную статистику по всем вызванным функциям и вот и сколько в этих функциях значит ваша программа сидела соответственно если мы вызовем достаточно сложную модуль имеющий интерфейс командной строки например дефлип то мы получим довольно интересный результат вот в котором будут вот эти тайминги гулять вот эти гуляющие тайминге как раз и будут наслужить конфликтами смотрите значит вот говорим мы python 3 минус м профайл дефлип этот дефлип сейчас загрузится пожуется где минус м дефлип естественно вот ведь он целую секунду сидел он заживал изрядное количество питонных модулей видите ну не секунду треть секунды вот чистого времени он провел треть секунды в памяти вот подергал 50 тысяч этих самых вызовов до 56 так что нам будет что профилировать но профилировать мы ничего не будем мы просто запомним этот файл и закомитим его гид-ад ну давайте да значит гид-ад . я сказал гид до гид комит минуса минус м минуса минус м теперь что делаем теперь запасаем ветку которую назовем new а в текущем в текущей ветке в мастере впереди перебьем этот файл вот этот файл просто перебьем и он в нем будут какие-то дифы мы сейчас это увидим миллисекунды в течение которых этот модуль работал в зависимости от нагрузки моей операционной системы пятна на луне громкости того как я говорю и соответственно работы кодировщика видео и всего остального эти тайминги должны были поехать давайте посмотрим смотрите видите кто-то просидел 38 миллисекунд а в другом варианте 35 миллисекунд да ну короче разница разница на лицо закомитим это теперь у нас давайте кудитом посмотрим теперь у нас есть два бранча мастер у нее мастер мрач мастер отличается от предыдущего состояния тем что мы перебили этот файл давайте мы за чеком за чек аутимся за чек аутимся чек каут нею за чек аут на мастер бенюка на мать на бранч в нее в котором в котором есть только один комит и повторим операцию вот то есть перебьем наш проф текст с другими таймингами вот я вангую что в этот раз они тоже получились слегка другие и не такие как в тот раз видите соответственно я сильно подозреваю что в данный момент при попытке померить эти два изменения с одного бранча из другого мы будем иметь массу конфликтов давайте попробуем значит скажем гид комит сами нас м second прав вот теперь у нас есть две ветки разработки куриц эти две ветки разработки вот она мастер вот new new более новый потому что наш комит более новый эти эти две ветки разработки значит придется сейчас нам сливать и они не сольются потому что там будут конфликтующие комита давайте это сделаем значит горим гитмер что мы сейчас делаем и мерзим мастер поверх нее она говорит не 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 чувак у тебя в проф текст и конфликты глянь туда давайте глянем туда вот так отмечается на текстовом файле конфликт конфликтные изменения это так называемый тривой див трехсторонний див в котором известно что один из этих файлов общий предок а два других это два разных изменений то что мы сейчас наблюдаем ход это типа наша ветка мы наша ветка мастер это типа ихняя ветка и мы эти две ветки пытаемся сливать и в этих двух ветках было два изменения которые в одном и том же контексте в одном и том же месте и они друг с другом конфликтуют чего мы здесь не видим к сожалению и так что там было на самом деле очевидно что это изменение и это тоже изменение и если в исходном файле мне было что-то 3 именно в этом случае мы не знаем что применить мы этого не видим в 3-way потому что мы когда говорили мер явно сказали что дорогой дорогой трехстороннее сравнивание не пудрена мозги есть общий предок и вот там где на общем предки есть в одинаковом контексте два разных различий там и показывают вот 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 короче плохо помер жилось все не надо так разработку вести очень плохо все померли для того чтобы превратить продолжить нашу разработку а мы сейчас обратите внимание мы сейчас в состоянии он между пас у нас есть файл прав текст который изменен в одинаковых контекстов в двух ветках для того чтобы продолжить разработку мы должны все эти конфликты пофиксить руками удалить вот эти метки и один из этих контентов а возможно о как бы глазками превратить два из два этих контента значит в один каждый раз ой не здесь вот здесь например то есть сами метки удалить потому что они не являются частью синтекса нашего файла вот и как-то слить вот эти две бывшие строки которые почти одинаковые в 4 в 2 которые мы считаем нужно вот значит если это исходный код на питоне или там на каком-то другом языке программирования короче если это значимый код вам скорее всего придется вручную эти конфликты сидеть и фиксить но есть способ лучше он состоит в том что если вы точно знаете что эти конфликты все это все глупости на самом деле те изменения которые были сделаны в те не слитые изменения да те изменения которые конфликтуют и среди ваших значит веток права именно 1 то вы можете просто взять и скопировать файл из этой ветки если вы считаете что вся все все эти конфликты ни к чему и нам нужно просто взять файл из другой ветки то вместо того чтобы руками все это удалять а давайте попробуем руками все это удалить это конечно и довольно сложная штука но попробуем давайте так search нет откуда с вот дать от отсюда до 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 сюда все удаляем это мы сейчас применяем как бы все правки которые из мастера получится жук ой нет что-то он не все удалил обратный диапазон говорит а почему но хорошо все равно обратный диапазон вот так вот он удаляет хорошо а если вот так сделаем угодите так так работает давайте попробуем тогда вот вернем как было нет так не работает ну короче руками я сейчас не готов упоминать правильную команду время которая бы мне по удалял эту фигню так как надо вот хотя я не понимаю почему так не работает давайте попробуем по-другому сейчас я чуть-чуть потуплю ладно global за вот такую штуку д сейчас . запятая слышь д д о заработала ну и теперь сам мастер тоже удалим вот получилось так кто там у нас вот эту фигню тоже удалить да нет а вот она в чем дело хорошо тогда видимо вот так ну кто конец global global сейчас как там и у нас было global вот global вот такую фигню тоже удалить о дать посмотрим что у нас получается в гиддив шикарно фактически мы применили сейчас мы сделали что мы вручную поправили всю эту фигню теперь у нас вроде бы нету никаких конфликтов мы изменили те конфликты которые не были конфликтами те те та история которая была разрешима применилась та история которая не была разрешима мы руками прибили то что было в мастере теперь как нам советуют надо сделать гид комит минус а обновить эту штуку у нас получается мерш комит в котором все будет и в котором будет эти изменения у нас получается такой мерш комит который сливает два бранча и при этом еще меняет файл проф тексты вот и вот получается такая красивая картинка давайте мы ее посмотрим вот она вот мы вот мыслили поправились ли вот обратите внимание на то что для того чтобы такой мерш комит поправить надо прям вот реально руками все вот эти текстовые метки поудалять и лишний контекст тоже по удалять никак и вот если вы точно уверены что вам нужен именно файл вот в этом случае конфликта именно файл из какой-то ветки просто check out его говорите гид комит минуса и все хорошо если вы запутались при выполнении мержа особенно если он многофайловый всегда можно вернуться к исходному положению незамерности сказав get mesh минус минус аборт все что вы успели проделать все изменения которые вы успели сделать все различные комиты над различными файлами все откатиться назад вы вернете к тому что бы кстати сказать относительно много комит ных мержей иногда еще вам гид будет подсказывать что он не только комит минус а но еще и мерз минус минус континью если у вас много комитов у них у каждого из этих комитов могут быть и много файлов у каждого из этих комитов могут быть конфликты и он вы каждый раз этот конфликт fix it и потом говорить продолжай потом возникает новый комит вы его фиксите говорить продолжает это до тех пор до тех пор пока вам очередной комит на конца не применится вот или применится будучи вами поправлен вот как я сейчас правильно получается вот мешками в котором есть бежками в котором есть разница между тем что было тем что стал вот как вы понимаете довольно муторное это развлечение и вот к тому же как вы я уже жаловался мы не видим общего кода который был в общем предки давайте попробуем сейчас по-быстрому создать ситуацию уже не на генерате однако он файли на питончике вот наверняка у меня есть подходящий файл на питончике который что-нибудь делает плохой файл на питончике король какой-то файл на питончике который что-то делать но даже запускать не будем мы не даже не будем запускать мы просто возьмем скажем гид от гид от тони фон вид комит коммит минуса минус м basic base комит вот и сейчас мы сделаем такую же историю как мы сейчас делали руками с генератом вот этим прав тексты но вместо ручного совсем ручного редактирования конфликтов воспользуемся инструментом который называется между тем и делаем говорим гид бранч юнг 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 чё там тюни фон ну давайте что ли сделаем так все а парк г вот мы в шести местах заменили анава да здесь заменили здесь заменили здесь заменили здесь заменили плохо заменили у нас этот а и бы всегда всегда отдельно всегда вместе встречаются так давайте какой-нибудь другой попробуем сколько у нас вот это вот w встречается раз два три четыре все мало раз о 2 а вот отлично значит в этом комите мы заменим а на авар гид комит минус а минус м вины им вины им а а в том комите мы заменим n гид чекаут ну давайте посмотрим див какой она сейчас див с нью-нюю вот заменили один на другой давайте потыгаем его гид гид тег ком он не вот зачем я это сделал чтобы вот эту точку где у нас будет разветвление мы всегда могли по тегу ком он отличить вот у нас сейчас нью-нюю ком он это одно и то же но сейчас нью-нюю мы поменяем а ком он останется закладкой вот в том месте где у нас идет разветвление гид чекаут каут нью-нюю да давайте мы отредактируем еще раз этот наш файл тюни фун на этот раз поменяем не ана а вар а и н н вар вот в двух местах и вот смотрите вот здесь вот у нас наш комит будет не конфликтующим наши изменения а вот здесь она будет конфликтующие потому что с той стороны мы здесь а на авар поменяли а с этой стороны мы н н вар поменять вот то есть у нас вот сейчас комите два изменения одной из которых применится пример же а второй нет и мы будем его на мир шту лить мир мир шту лить значит окей и в комит минус а минус м вене им кудит смотрим что получилось а получилось у нас то что я и предсказывал общее место помеченное тегом common common ну короче да чтобы можно было с ним как-то дефицца значит нею ветка и да господи они юно ветка не юно и ветка не юно который мы сделали эти самые изменения мастер ушел куда-то в глыбь мы сейчас между ветками юнию путешествия вот ну окей значит давайте заодно посмотрим гид див нью камон это замена а гид див нью камон это заменой пытаемся нержится ну что на кого будем межать давайте мы попробуем померить вот это короткое изменение на вон то длинная значит гид чекаут нее вот до длины им а и пытаемся сюда на мержить те изменения которые были в ветке не него дед мерш не у меня же я сказал да да смотрите то самое изменение вот это изменение вошло в конфликт с вот этим изменением ну конкретно вот сейчас скажу в каком-то из этих мест вот в этом месте я думаю да а в другом месте опять же я вангую не вошло давайте посмотрим какой там файл он говорит тюнифун давайте посмотрим видите вот здесь вот все пытаюсь пальцем показать вот здесь наше изменение зашло а вот здесь наше изменение въехала в конфликт потому что в одной стороне было так а в другой так давайте воспользуемся инструментом который называется мир что мир что это шапочное название для изрядного числа инструментов слияние трех ветвей одна из которых общая идея из которых потомки вот потому что это очень 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 частые ситуации в совместной разработке вот гид поддерживает вот такое количество различных мир штук это те которым вроде как нашел а это те которым вроде как не нашел я предпочитаю разумеется вим див просто потому что потому что я к нему привык вот но поначалу этот самый вин див сейчас я вам покажу может вызвать некоторый взрыв мозга давайте мир гид между жух так что это за что это за картина ну давайте сделаем ее побольше эту картину может быть так будет виднее да вот что это за картина здесь нам показывают четыре файла слева вот он давайте сейчас все маус он ну просто а нет но все равно вот вот здесь у нас файл под названием что-то такое . local это ход от нашей стороны то есть то те и те изменения которые наделали мы они показаны в свернутом виде эти изменения там где текст совпадает файлов тут видите свернута тут можно открыть но можно лучше не открывать то есть этот вот это контекст и в которых были проделаны изменения вот это контекст в котором было проделаны изменения и она применилась вот видите наше изменение которое а тут все хорошо а вот справа то изменение которые перевинованы n тут тоже все хорошо и в результате перевинования n в этом контексте прошло успешно никто ни с кем не конфликтовал посредине вот это и это общий предок видите б из да это общий предок это файл который был до того как мы применили эти изменения эти изменения весь тут n называется n а называется а справа ремонт это их ветка там где бы были применены их не изменения весь тут это переименование n и внизу большой подвале это файл который получился после при попытке применения всех изменений те изменения которые применились вот они они применились никого не волнуют а вот здесь наш любимый конфликт в принципе есть какой-то еще для это живем для ли мы есть какие-то адовые плагины которые умеют по автоматическом режиме эти конфликты разрешать но поскольку даже сейчас уже в общем понятно через этого надо сделать да вся проблема вот в этой нижней строчке вот она это видите нам помечено что здесь вот вроде хорошо все наложилось да а вот здесь вот не очень хорошо то есть на самом деле проблем в нижней строчке по хорошему должно быть вот так мы должны переименовать этот n в n вар руками а все остальные удалить все все остальные переименования тут они отмечены темно-серым цветом все остальные переименования применились хорошо да конфликт был только вот здесь потому что одновременно надо было переименовать и авар и анвар и разумеется питон такое сделать не в состоянии всего можно выходить он значит сказал что get status он сказал что во первых у вас тут трэш образовался это исходный файл который мы только что редактировали его можно сразу удалять а можно потом удалять это неважно во-вторых мы отредактировали эту штуку гид туда залез не нашел там текстовых меток и сказал что наверное вы все хорошо сделали вот теперь мы будем гидками он говорит ну чё вы тут померли конфликты молодцы поправили даже вот мы получаем опять ту самую красивую историю с межками там со слиянием и в этом слиянии наша вручную отредактированная правка которая не равна не той правки которая была на одной ветке не той правки которая была сделана на другой ветке мы вручную отредактировали эту штуку с помощью трех уровневого комитета трех уровневый инструмент слияния мир мир что если кому интерфейс гвиндив 3 выглядит пугающим можно попробовать можно попробовать сделать по-другому давайте попробуем сделать по-другому откатимся вот сюда гид ресет минус минус мы какой брать что у нас брать new гид ресерс сейчас погодите давайте посмотрим кто из них кто кудит надо было на было потягивать еще вот это место я забыл вот это место на рене вот это место надо было потягивать я дурак ну ладно не потягу не потягу вот сюда да гид ресерс минус минус hard возвращаемся к состоянию возвращаемся к состоянию два бранча который надо померзить все остальное пропало она на самом деле не пропало соответствующий комит в репозитории лежат но больше не входит ни в какую из историй и поэтому при репаке перш и всем остальном они исчезают давайте попробуем что мы хотели сделать мы попробуем воспользоваться мы попробуем и попробуем померзиться и воспользуюсь другим инструментом ну каким у нас у меня я пытался запустить к 1 в 3 все очень любят к 1 в 3 но что-то у меня не понравился давайте запущу какую-нибудь мелоду да мелоды мелоды гид мир что минус минус ту равняется мел дать руками наберу гид мир ту минус минус ту равняется мелоды жух жму вот 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 этот наш мелоды показывает нам три файла не четыре потому что тут можно руками накликать эти изменения да вот здесь у нас переименование avar здесь он и отрывание n var здесь у нас сумма и вот эту сумму мы собираемся править 20 нет это исходный файл а куда же мы хотим применить ага синий изменения уже применены да да применяли синий к изменению применяли синенькое изменение применяли синенькое изменение а вот 10 дней красненькое мы не можем до конца применить видите ведь ведь надо сделать руками n1 вот поправили вроде бы все как надо вроде бы все как надо сохранили вот такая же история у нас остался это кстати не видим это этот самый мир что у оставляет арик файл на всякий случай вот потом его удалим можно сказать это комит и вот нас меж конфликт который мы поправили с помощью другого значит инструментов по напоминаю большая куча ну не будем в них рыться рекомендуем инструмент это этот самый кадев 3 но что-то я у меня не заработал бог мне кажется что про гид на нас на сегодня все вот и у нас новая тема очень очень веселая к сожалению будет совсем бегом у нас осталось практически полчаса это часть темы как писать на питоне утилиты командной строки которые прямо организуют командную строку что 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 характерно прямо вот вот репу как писать начнем с малого с малого начнем давайте сейчас напишем какой нибудь файлик в котором мы мы не знаем допустим мы возьмем какой-то файлик в котором мы что сделаем мы будем вводить команду и выводить ее тупо тупо ну там что вайл вайл чё вайл и сравнивать с равно input допустим prompt ром мы путы равняется вот так вот input prompt print как абсолютно тупейшая штука вот мне кажется тупее и не придумаешь это мы типа вводим команду а потом ее выполняем забыл букву сказать но вы меня уже поняли так при попытке выполнить какую-то предыдущую команду получается какая-то ерунда потому что я нажимаю стрелку вверх а терминал мне говорит дорогой друг ты нажал стрелку вверх стрелка вверх это escape скобка а большую нет говорю я хочу предыдущую строчку я хочу вон то что там было он говорит я не умею вот плохая негодно командная строка этому горю помочь мега просто я правда знаю что под windows существует некоторая сложность с этим потому что библиотека redline существует в нормальном виде только под linux и macos вот но под windows есть замена который называется перед лайм этому делу помочь просто причем не просто очень просто сам факт того что вы пишете вот такую строчку вот такую строчку вашу программу сам факт импорта этого приводит к тому что у вас перебивается функция input и теперь эта функция input управляется библиотекой redline redline это та самая библиотека которая например например управляет командной строкой в баше то есть у вас внезапно будут работать история поиск по истории комплишен правда такой странный но комплишен будет работать дать попробуем по файловой ну вот мы что-то вводим я нажимаю стрелку вверх и комплишен не работает комплишен надо отдельно настраивать но сам факт того что работает история смотрите стрелка вверх стрелка вверх или допустим там быть контролл и поиск по истории кверку прям как в баше короче говоря сам факт того что вы импортите redline вам в вашу работу вашу программу превращает input в некое подобие жалко и командные строки уж как минимум в нем можно искать его можно стрелочкой вверх работать с историей ну и все что у вас есть в баше настроены не вашим в ридлайне настроены на этот счет будет работать вот это управляется файл . импут рц вот таким у меня тут даже какие а у меня у меня наверное будет работать знать что пылья поеждал ну-ка давайте попробуем точно вот пылья поеждам у меня замаплен на перемещение по словам вот и он работает да чтобы так сказать эту тему этой темы вас заинтересовать но нет не продолжать скажу что перед лайн это простая штука что под винду есть замены перед лайн но все такие продвинутые развесистые текст юзер интерфейс приложения потихонечку переползают на либо на уровень старый добрый вот он выглядит вот так сейчас давайте надо на сайте к ему сходим вот либо на новый модный prompt toolkit prompt toolkit это прям адовая штука значит на ней написано prompt toolkit написан любимый птпайтон вот это ровно он вот это вот промпт toolkit урвит и некоторые другие подобного там этот самый еще кто-то я забыл бы python интерфейсы написаны с гораздо большим зачесом на текст юзер интерфейс чем нам команд лайн поэтому сегодня мы их не рассматриваем тем больше они здоровенные вот вы можете там fullscreen приложение делать пором тулки те вы можете делать свои собственные парсеры вы можете делать свои собственные комплитеры и так далее ну а мы сегодня про это поговорим в отдельности они в приложении вот к той самой многоцветной фигни андрей спрашивает редлайн хранит историю в команд в каких-то своих внутренних переменных я бы сказал своем внутреннем буфере размер которого тоже управляем и задается и если вы хотите эту историю сохранять вам нужно чуть-чуть поработать с редлайном например вот так вот так выглядит файл да что что вот вот так выглядит файл и давайте даже вот так сделаем вот так выглядит файл python python стартап стандартный который на всех моих машинах устроен он как раз занимается тем что настраивает библиотеку редлайн на то чтобы все что я делаю в командной строке питона сохранялась в истории да вот определяет функцию save history дергает редлайн с брать history файл и стрипов вот дергать комплитер и удаляет все лишние модули чтобы при старте питона они не светились на им space вот тем самым мы не просто по ходу храним историю реанлайн и записан видео файл и соответственно читаем ее из файла вот ведь history такие дела это что касаемо рядлайн а так он до хранит в каком-то буфере буфер переполняемый то есть если история будет больше чем столько столько памяти сколько вы ей выделили то она самый старый команда тут будет вываливаться вы умеете это вот дальше больше представим себе комит не сказал представим себе что мы хоть за ну да я не сделала нишу хорошо вот представим себе что мы хотим ввести эту самую строчку и попарсить ее как команду может командную строку пишем то есть тут так чтобы мы не ввели ну вот смотрите да вот если мы запускаем это делать чтобы мы не ввели здесь это будет одна единственная одна единственная одна единственная строка мы вводим строку это строка это строкам значит ну вот значит идея стоит в том что если вы хотите действительно командную строку организовать то такой способ не очень хорош равно как и не очень хороший способ просто тупо эту строку поспитить смотрите допустим мы вводим команду и у нас есть допустим так cmd без запятая парамс равняется с точки сплит вот мы ввели попарсили давайте теперь попробуем вывести эти параметры ну давайте тупейшим образом команд 2 . cmd парамс аркс 2 . парамс ну и давайте ради интереса напишем еще там какой-нибудь pattern matching как там я уже забыл в питоне все время забывать надо выучить наизусть матч 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 значит cmd d что-то типа ну не зашел шоу вот и это самое шоу кейс шоу только кейс шоу ну допустим принт уберем print парамс нулевой параметр будем выводить по команде шоу вот там кейс допустим не шоу какой-нибудь там не я знаю sing до print . join парамс точка на пустим макер вон значит что мы сделали мы сделали командную строку в которой можно ввести скажем сим да а давайте еще давайте попробуем чё ну ты на двое стомпак а ну в общем вот нарисовали какой-то парсер давайте попробуем воспользоваться шоу допустим ну забыл бы бога забыл вы сказать забыл сказать фы сейчас скажем фы вот и еще разок так шоу работы очень хорошо показывает только первый параметр как мы и хотели черт нет к этой строке нельзя относиться как параметрической строке потому что мы тупо посплите ли по пробелу если мы хотим допустим закавычить несколько слов в одно чтобы это был первый параметр ничего у нас не получится то же самое с нашей команды sing до sing же очень хорошо но если мы говорим sing вот так то все равно получится какая-то фигня мы хотели сказать что это одно слово ну в общем в общем это еще не не до конца командная нигде не хороший парсер командной строки потому что это нехороший парсер командной строки потому что он просто сплитит строку не разбираясь с пробелами в квотированием всем остальным чуть делать писать свой собственный парсер очень ли мы можем воспользоваться давайте сейчас за комитин гид комит минус а минус м даме парса вот мы можем воспользоваться модулем который называется шляпс вот все стандартные модули питона сегодня не будет нестандартных модулей который называется простейший лексический ариенализатор по аналогии с шельными лексическими не ализа анализом который в шеле вам парсят командную строку поэтому шеллен сошел лекси по нашему говорят такой сплит который помимо сплита еще умеет в кавычки бы слышали и разные вкусные штуки которые действительно есть в шелье давайте попробуем значит импорт шляпс шляпс и не сплит а шляпс . сплит вот обратите внимание тут комментарий можно включить что чтобы ваши команды стройки без кроке были комментарии после решетки давайте включим он сравняется труб что еще там есть но он позик снова забили что получилось сейчас внезапно наш интерпретатор командной строки свеже написанный будет сплитить вот эту фигню таким образом что в cmd у нас попадет первый параметр а в парамс будут попадать параметры сообразной синтаксис ушел а то есть закавыченные будут попадать в один до комментарии будут отсекаться давайте попробуем дать попробуем значит ну чё там а черт sing sing допустим первое слово второе слово третье слово первое слово второе слово третье слово попробуем написать комментарий а это было слово комент комментарий отрезаны попробуем на вставлять туда пробелчиков каких-нибудь пожалуйста попробуем сделать бэкслэш пробел это значит что у нас будет по идее должно быть одно слово из одного пробела вот она короче мы просто тупо вводим да у нас работает у нас работает рядом вот так вот значит внезапно мы можем конструировать достаточно сложные синтаксис лексически сложные лексические конструкции которые будут аккуратненько парсится а потом аккуратненько манчится опять же обратите внимание это мы сделали пусто путем простейшей таблетки которую мы вы взяли применили вот здесь помимо сплит есть еще join это собрать обратно нормальную командную строку из этого дела вот а еще есть квот квот довольно забавная штука мы на нее сейчас отвлекаться не будем а то у нас времени мало но эта штука нужна вот для чего для того чтобы произвольный ввод закавычивать дабы его потом интерпретатор воспринимал как одну строку они как много но чтобы у вас не было там бактик а так как это было там в конце 90-х да там на перле значит строк в бактиках передаешь он ее и валит бактики вынимает интерпретирует бактики это запуск под строки ну вот как вот 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 здесь короче вот то есть мы можем взять обработать нашу строку таким образом что все управляющие с точки зрения шельного синтаксиса символы будут заквотированы кавычки будут заквотированы там слышим удобная вещь дальше больше теперь нам хочется немножко разобраться синтаксиса лексической стороной мы в общем разобрались вот мы будем это шлем сам память давайте это за комиссия значит чё нам не хватает ну в общем нам всего хватает но это еще не настоящий командная строка комп лично в ней не работают нормальному ну вообще вот я предлагаю воспользоваться для написания уже прогрессивного такой интерпретатора командной строки тоже стандартным модулем который называется cmd и который выглядит следующим образом во первых он нам сам организует вот этот репл нам не нужно вот этот цикл самим писать в этом репли он сам будет считывать команды парсить их правда очень примитивно на команду и все остальное все остальное мы будем парсить шлексом а еще как это часто бывает в питоне модуль модуль cmd он как это source code driven то есть от того как называются функции нашего модуля будет зависеть его поведение сейчас покажу как давайте возьмем примерчик из этого примерчика немножко по копипастим даже не будем копипастить а прямо вот так шлекс нам нужен ряд лайном нужен prompt пускай такой пока и остается а что для этого нужно класс как мы назовем это у нас prompt нет не знаю дриппу вот дриппу ой давайте не так сделаем давайте мы его с нуля давайте мы новый сделаем да за счет чем мы делаем мы вставляем ряд лайн мы вставляем кстати можно по умолчанию вставлять не помню использовать будем использовать шлекс потом запасаем его импорт шлекс импорт ценды класс класс ценды как назовем дриппу его назовем просто реппу реппу его назовем от ценды . ценды так же как это у нас написано вот здесь вот 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 давайте мы припишем сюда какую строку документации ну допустим а теперь собственно фишка каждый раз когда мы заводим в этом классе метод под названием ду что-то там у нас в нашей в нашей этом самый в нашей командной строке появляется команда что-то там ну например где в ду допустим дэйт сел аркс допустим шоу дэйт да ну допустим шоу дэйт да ну допустим принт так давайте мы почитаем документацию вы док 3 там что-то да и там дэйт 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 сейчас секундочку я хочу попроще какой-нибудь дэйт тайный кучей такой времени мало хорошо так импорт дэйт тайм дэйт тайм . да ладно тебе . дэйт нет хорошо импорт дэйт тайм тайм . стрф тайм текст 1 аргумент процент а какой-нибудь в день процента в короче вот да вот 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 отлично давайте только по умолчанию что нибудь сделаем ему ман стрф тайм по умолчанию по умолчанию чтобы позик был какой-нибудь процент c что ли процент c да точно давайте процент а шикарняк шикарняк так это у нас дэйт до импорт time time . стрф тайм от процент c а еще мы скажем дев дэйт дэйт тайм тоже сел фаркс и этот самый аркс шоу-тайм все тот же тайм и стрф тайм но только от процента бог проценты большой так теперь мы должны его стартануть эту штуку кто-то типа репу . чего-то там лук пробуем cmd prompt да он но он синтаксис а что есть есть дэйт и хилп дэйт а дот ставим так ду тайм хелп обратите внимание что хелп нам сразу будет у вас есть а три команды дэйт хелп и тайм можно сказать хелп тайм он скажет шоу тайм вот отсюда вот видите да он выводят просто этот док стринг мы можем сказать дэтап работает комп лишь он знает что у нас есть команда на д начинающийся 1 это дарит вот единственное что он не умеет выходить мы еще не придумали как останавливать эту штуку вот давайте сделаем где-то exit где-то 2 exit селф селф запятая аркс так а там что нужно сделать надо как-то отсюда пытаться выйти 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 селф клоус все проще нет не умеет а почему он не умеет вроде есть тут а тут клоус отдельный да 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 клоус нет слушать а как-то абай абай чё делает непонятно вот-вот-вот-вот-вот-вот что такое оба этот черепахи бай короче я не знаю как это заткнуть сейчас дайте подумаю я простите сейчас подгляжу я подгляжу как-то заткнуть надо сказать ему return true любая команда которая а выводит return true а закрывает этот диалог все просто все еще проще чем вы думали вот ну-ка пробуем help exit тададам вышли все отлично все работаем прекрасно вот работает completion работает help help выдает вот это если приглядеться тут можно всякие штуки сделать как пост cmd при cmd значит пост луп при луп то есть prompt сейчас я посмотрю как пром задается вот подсказку собственно перри перебить можно а для этого мне кажется достаточно просто сказать prompt равняется да вот здесь вот надо достаточно сказать про равняется prompt ну допустим так вот тогда вот exit значит ну и так дальше да там help можно интро можно сказать который у короче вот у нас осталось совсем немножко времени я так понимаю пять минут на самую главную фишку на самом-то деле модуля cmd который состоит в том что вы можете давайте мы поспал попарсим этот arcs парам равняется шлякс точка парс точка сплит арт вот if лент под парам больше нуля else print time star в тайм вот парам нулевое так что тебе не нравится шлякс ошибка ну то есть нет сейчас все будет хорошо мы можем комп лишь и не будет работать сейчас я думаю 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 чем такое придумать ну ладно давайте пока так я хотел показать комп лишь он же самый прикольный ну ну ладно значит что у нас теперь есть у нас теперь есть дэйт процент игрек игрек процент мы процент ды мы ды вот пожалуйста да значит дэйт просто нам будет так вот давайте что ли придумаем какую-нибудь иную команду прям совсем иную потому что потому что мы сейчас замучаемся придумывать комп лишь он для дэйта это я неправильно задизайнил ну что придумать ну давайте так дев дэйт 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 форум какой-нибудь пир форум вот сел так сел запятая а вот и здесь значит сделаем парам равняется шлякс вот этот штук да значит и теперь чуть-нибудь а покинуть под команды да вот значит как там у нас было как там у нас было матч-матч чем чем будем собственно перформить да давайте еще кен у нас было sing вот sing and sing string парам ор шоу форум 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 предположим у нас есть какая-то какая-то команды которые которые в под команд значит матч парам 0 поскольку это команды и под команды то мы опять делаем вот так вот это у нас под команды суком он суком суком парам парамз парамз вот матч суком суком кейс что у нас там sing sing print мы решили что это будет минус . join парамз . аппер да как в прошлый раз кейс шоу мы решили что это будет принят джойны парамз первое парамз первое вот тут будет ошибка кстати ну фиг бы с ним их лент от парам парамз больше нуля кейс непонятно что print f do not know how to perform теперь форм суком давайте я попробую попробуем сразу вам приделать этот дев вместо doom комплект ком плите перформ сел а вот тут вот насчет у нас четыре параметра во первых префикс то есть то что мы уже набрали что нужно комплектить во вторых вся строка полу cmd в третьих начало бег и конец ем что это за параметры это комп лишь он который сейчас будет работать так когда мы нажимаем на топ нам приезжает вся уже набранная строка который мы собираемся комплектить мы ее анализируем и возвращаем какой-нибудь вариант который который обязан начинаться на этот префикс вот на всякий случай нам передается вся набранная строка и индекс этого префикса начало и конец его в ней если например у нас курсор где-то посередине стоит мы табы мы хотим когда мы табы проверить и хвостик тоже вот но это слишком сложный случай на ул цмд и бег генд мы обращать внимание не будем сначала сделаем простой комп лишь он через минуту сделаем с более сложный на этом закончим хорошо значит чем мы говорим пока что тупой простой комп лишь на return что он у нас у нас есть вариант sing есть вариант есть вариант шоу вот чуть и не нравится где спейсис какие спейсис вы чё ребята при тюрьму да блин торможу ретран так значит что сейчас сейчас мы говорим perform он говорит так шоу ли sing это я два два раза этап ножа шоу нет шоу ли sing хорошо шоу 20 или sing sing теперь это неправильный комп лишь он и последнее что я сегодня сделаю это сделан правильно комп лишь он значит что нам нужно у нас есть префикс который уже набраны return значит что нам нужно вернуть список тех команд которые начинаются на префикс уже набранный из тех которые есть то есть из старт свист префикс форс с синк шоу смотрим так перформ с а господи я тупой if с . старт свист префикс из имеющегося списка который мы тут сгенерировали в данном случае все для команды ну там могут быть файлы там могут быть хуем а это может быть что угодно вот мы бы возвращаем только те у которых у которых у которой начинаются на этот самый префикс ну-ка perform с х сейчас мутов шоу вот perform жмутов с два раза топом горнее не вы выберете я беру и теперь у нас комп лишь он однозначно и жмутов возвращается только синг вот ну вот соответственно мы тут могли еще сказать perform какую-то ерунду он говорит не знаю как перформить ерунду вот вот мы написали абсолютно бессмысленный интерпретатор командной строки который умеет нормально редактировать вот хранить историю правда эту историю мы еще не записали с помощью соответствующих редлайнов ских инструментов но это легко можно сделать сейчас я гляну у меня это кажется даже сделано этой самой история но при выходе это надо делать при выходе из интерпретатора вот сейчас найду ну неладно можно времени нету можно будет посмотреть в примере вот вот здесь вот надо вот на там из редлайна вынимать или сохранять соответственно работает весь вид лайн с этой истории работает комп лишь он по командам работает help по командам help лежит просто в док стрингах работает комп лишь он внутри команд если вы его сами определили и этот комп лишь он устроен очень просто вам передается префикс который нужно комп летить на всякий случай вам перед вся строка и где этот префикс лежит вот а вы на основании какого-то анализа обязаны вернуть список обязаны вернуть список Если этот список более чем из одного элемента, вам комплитер предложит выбрать. А если этот список из одного элемента, он вам достроит. Вот как настоящий комплитер. Вот такая вот на сегодня была тема. Я уже и так выжил 7 минут лишнего времени. Так что, видимо, давайте ваши вопросы. Домашнее задание будет очевидно на командную строку. Но, простите, у меня очень медленно сейчас все продвигается. У меня нету домашки еще на прошлой, на вчерашнюю лекцию. Поэтому я сначала разберусь с ней. Но я обещаю, что все сделаю. Вот. Я сейчас заполняю паузу, жду каких-то вопросов, если они есть. Соответственно, в следующий раз мы не знаем, что будем делать. Мы будем что-то. Завтра у нас встреча по поводу сетей в Linux. Вот. Вопросы не последовали. Ну, видимо, на этом тогда всем до новых встреч. Будем надеяться на лучшее. Как-то так.